девчонки всем привет сегодня мы будем выполнять вот такой быстрый интересный дизайн это градиенты которые посыпаны блесточками от artex итак первый дизайн которым будем выполнять это полоску из градиента белый цвет нанесенный в два слоя я покрываю матовым топом для светлых оттенков у это топ от тренди нейлс он мне очень нравится в носке и он не так сильно пачкается берем вот такие полосочки я уверена у каждого мастера они завалялись где-то и сейчас они у нас уже совсем не в ходу но они очень хорошо держат четкие линии то есть помогает нам провести четкую линию и так кто не знает как их крепить мы открепляем стараемся не хвататься за липкую поверхность и чтобы закрепить их мы их натягиваем отрезаем ножнички излишки и отрезаем вторую частичку смотрим чтобы все у нас было по центру опять-таки же натягиваем ее и отрезаем приглаживаем немножко можно это сделать апельсиновой палочкой или пальчиком как я делаю теперь берем два гель-лака любые у меня это будет нежно-желтый и нежно-розовый цвет наношу первый цвет желтенький и потом наношу встык к нему розовый гель-лак на первом слое я их аккуратно перемешиваю но мне не нужно добиваться идеального градиента стараясь конечно же не заезжать на полосочки но это практически невозможно и так просушиваю и вторым слоем уже наношу тоже на желтый и наш розовый гель-лак беру кисть для градиента и начинаю аккуратно растушевывать их между собой чтобы на такой полосочке добиться идеального градиента мне понадобилось всего лишь два раза пройтись кисточкой теперь не просушиваю беру звездную пыль от артекс ее можно заменить акриловой пудрой смешанную с микроблеском и аккуратненько посыпаю сверху наш дизайн очень важно насыпать достаточное количество наших блесточек и дать им возможность впитаться в гель-лак иначе потом они у вас отвалится держу примерно 30 секундочек стряхиваю и не отправляя сушиться в лампу то есть по мокрому дизайну я удаляю наши полоски если вы высушите в таком положении то у вас всего скорее не будет ровной поверхности просушивать двойное время это три или четыре секунды в мощной лампе и стряхиваю излишки так как матовый топ имеет мягкую велюровую поверхность поэтому блестки на нем немного остается и я еще раз их протираю и выполним очень быстрый второй градиент это переход из черного в синий цвет черный наношу средним слоем не тоненьким стык нему наношу темно-синий гель-лак в данном видео у меня близ номер 020 и на самый кончик тоненьким слоем я наношу цвет от вог популярный синий беру кисть для градиента и по-быстренькому так растушевываю мне не нужно в этом случае добиваться очень идеального градиента потому что мы это все присыпем потом блесточками нашими и практически не будет видно даже если вы где-то немножко напортачили и потом мы все это добьемся хорошего градиента со второго слоя проходим до конца вот в таком состоянии приблизительно мы сушим просушили мы 30 секундочек в лампе наносим черный слоем потолще немножко но уже не таким как в прошлый раз и и темно-синий и просто синий мы уже наносим совсем в тонкий слой кисточка у меня полусухая я практически просто добавляю пигмента на нашу типсу и сверху приплюсывающими движениями начинаю перемешивать кель лак если вы где-то видите что два ваших цвета не перемешиваетесь потопчитесь немного на одном месте чтобы они перемешались двигайтесь последовательно сверху вниз обязательно никаких прыжков скачков у вас быть не должно иначе градиент плавно мне получится прослась и один разочек теперь вытираю кисточку или точно также прохожусь еще раз лучше сделать три тоненьких слоя чем два толстых потому что ваша кисточка просто будет вся в лаке и они не смогут друг с другом перемешаться и поэтому будут видно стежочки которыми вы перемешивали эти лаки и так вот такого результата нам достаточно на непросушенный гель-лак посыпаем нашу звездную пыль и даем впитаться девчонки хочу объяснить почему нужно ждать 30 секунд нужно чтобы блестки напитались гель-лаком точнее гель-лак напитался нашими блесточками если этого не произойдет то есть если вы не подождете 30 секундочек и отправите просушиваться так вот некоторые как делают посыпали сразу же стряхнули и сушиться получается что вас блестки они только сверху и потом когда они начинают в процессе носки у клиента у нашего обтираться соответственно отваливается весь дизайн то есть нужно подождать достаточное количество времени и просушить дольше в два раза тогда все будет носиться отлично до коррекции и так вот так у нас получилось сейчас мы их протрем эти блесточки и мы увидим конечный результат вот такой плавный переходик у нас получился выполнили мы с вами два вот таких дизайна интересных очень быстро сделали когда я кстати выполняю на ноготках клиента я когда при нанесении лак все время от боковых валиков немного отступая потом просто промазываю их тоненькой кисточкой потому что когда вы начнете перемешивать у вас гель-лак обязательно попадет в боковой валик или кутикулу этот градиент может делать темный как от кутикулы так и наоборот начинать с тем со светло-синего очень эффектно очень быстро всем кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами была тани бестнел всем пока